Это видеообращение к уполномоченным по правам человека в России Москальковой Татьяне Николаевне и председателю Следственного комитета России Бастрыкину Александру Ивановичу. Я, Соловь Михаил Васильевич, работаю в БУК ЦКС Наузенского муниципального района Саратовской области в должности руководителя структурного подразделения Центр детского и молодежного досуга Клуб Орфей. Я вынужден к вам обратиться за защитой своих прав, так как на протяжении года я подвергаюсь административному прессингу со стороны директора БУК ЦКС Пундера Александра Петровича при поддержке администрации Наузенского муниципального района глава Апалько Андрея Андреевича. Все началось с того, что с приходом на должность директора БУК ЦКС Пундера Александра Петровича начались нарушаться наши права. Мы однократно к нему обращались, исправить ситуацию, чтобы нам начислялись правильно отпускные, чтобы включались в средний заработок стимулирующие выплаты, но этого не происходило. И мы решили создать профсоюзную организацию, чтобы разобраться во всем. 22 ноября 2022 года мы создали первичную профсоюзную организацию и обратились в областной профсоюз за помощью. В январе 26 числа была проведена проверка правовым инспектором и также прокурорская проверка. В ходе проверок были выявлены многочисленные грубые нарушения трудового законодательства. А также выяснилось, что Пундер Александр Петрович у нас работал на трех должностях, трех разных организациях. Но этот вопрос прокуратуру не заинтересовал, так как к нам ответили, что человек может работать где угодно и сколько угодно. После проведения проверок и как следствие получения выговора Пундером Александром Петровичем у него появилось желание уничтожить профсоюзную организацию. Начались гонения, давление на членов профсоюза. В ходе, не выдержав давления, ушли по собственному желанию восемь членов профсоюза. Я проработал в культуре 30 лет и за это время не имел ни одного взыскания, в том числе и выговора. А здесь за последний год были попытки объявить мне два выговора, мне было предъявлено взыскание. Все эти приказы отменялись с помощью областной организации профсоюзов. Директор также вызывал меня к себе в кабинет, говорил, что я долго не проработаю из-за своей профсоюзной деятельности и говорил, что зря я создал свою профсоюзную организацию. Это администрация против этого, так что тебе здесь долго не работать. Нарушения трудового законодательства продолжались. И в июне вновь была проведена проверка прокурорской и правовым инспекторам профсоюза организации. Снова были выявлены нарушения, Пундеру было отправлено представление с просьбой исправить от прокурора. На что Пундер ответил отпиской, что до этого в феврале после прошлой проверки он уже получил выговор и в этот раз наказывать кого-то не намерен. Прокуратура Новозьянского района это устроила, и Пундер начал оказывать давление на нас с еще большей силой. Поняв, что выговоры, замечания отменяются по нелепым обвинениям, отменяются профсоюзной организацией областной, он решил действовать радикально. И решил уволить меня по 81-й статье, которая не требует согласия профсоюзной организации. Так, 21 июля был сфабрикован акт о моем появлении в нетрезвом виде на рабочем месте во время собрания, а 15 августа я уже был уволен. Я, конечно же, с этим не согласился и отправился в суд. Суд первой инстанции отменил это незаконное увольнение, незаконный приказ, и 10 октября я был восстановлен в должности. После этого события развивались следующим образом. С ноября 2023 года по январь 2024 начались ежедневные, постоянные проверки всех мероприятий, проводимых в нашем клубе. С целью найти какие-то недочеты и вынести вновь взыскание. В январе после выхода статей профсоюзной газете «Солидарность», а также в информационном агентстве «Взгляд.Инфо.Саратов» о борьбе директора Бухтска и Спундера с профсоюзной организацией, он немного успокоился, но, как оказалось ненадолго, они подали в областной суд на апелляцию, которую тоже проиграли в феврале, и вновь он начал бороться с нами. В марте месяце, в начале, он ставит в клубе видеонаблюдение, как всегда, с нарушениями, не было информационных табличек, что ведется на наблюдение, то есть наблюдение было скрыто целый месяц. Также не было положения обведения видеонаблюдения в организации. Камеры были установлены в местах, где переодевались дети. Только после проведения прокурорской проверки, 8 апреля, были поставлены информационные таблички. Ну и не знаю, было ли разработано положение или нет. Но 9 числа, 8 установили таблички, 9 числа Пундер со своей свитой, он, зам. директора БУКСКС Ефремов Максима, юрисконсульт Мансуров Байжан, пришли ко мне в клуб и объявили, что у меня есть какие-то недочеты. Опять, по выдуманным обвинениям сделали мне взыскание в виде замечания. В марте 2024 года Пундер и администрация в главе с Сапалько Андреем Андреевичем, а также начальник юридического отдела Галины Пешковой, подают на меня кассационный суд, дабы взять меня на измор, что постоянными судами доведут меня до того, что я сам не выдержу и уволюсь. Постоянное давление со стороны Пундера Александра Петровича и администрация Нурзенского района отнимает у меня много сил, времени и здоровья. Постоянные акты, объяснительные, все это затратно. Отнимает возможность заниматься спокойно своими должностными обязанностями. Прошу вас принять меры по данному вопросу и остановить этот правовой беспредел и защитить мои права. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...